приветствую с вами я ваш веган христалюк и сегодня поговорим о я это назвал может это не я придумал не знаю сюда синдром грешника назову так я видео и в названии и в значке на видео я об этом в принципе уже говорил в каких-то роликах но выделенного видео у меня помню такого не это у меня уже давно как-то хотелось это записать может я записывал честно что-то я даже не помню я об этом точно очень много общался лично потому что то о чем я сегодня буду говорить как я неоднократно вам неустанно повторяю все изведаю сам сначала в теории до чего дохожу потом все на практике исследуем и переживаем и сам чего-то достигаю и вот этот синдром грешника очень важная тема разговор мы сегодня будет обращен в основном наверное кто бы не попал конечно это видео но это видео для людей но если конкретизировать группы так как я сам веган христианин то это для веганов веганов активистов основном но и просто для вегана да для христиан для христиан проповедников но и в принципе для всех людей неважно каких там всех кто топит за добро за все самое светлое чистое святое богоподобное да если конкретизировать за любовь свободу и бессмертие и вот это синдром грешника это очень страшная беда на самом деле она разделяется на две группы маленький дисклеймер такой до отвлечения вот кто меня слушает нередко узнают себя да там уж конечно же у меня частная жизнь точно такая же лично есть плане общения и мой личный жизненный опыт я им и делюсь да я как вы слышите не называю имен и поэтому если кто-то себя узнает в нашем прошлом то вы не переживайте не обижаетесь это наша жизнь тем более если мы вместе прошли этот опыт и сейчас все хорошо так это здорово что есть возможность поделиться реальным опытом которому вы тоже причастны в кому-то в назидание то есть этому даже надо порадоваться если вы узнаете себя и вам это поперек горло стоит потому что вы не изменились но это и ваши проблемы не мои да на то я поставлен чтобы не лизать все где только можно и кому только можно а как раз говорить людям правда невзирая на лица это по поводу отвлечения и продолжаем по поводу синдрома грешника это я просто сейчас собирался записывать очередной ролик из серии не веган потому что и оправдание или вопрос звучит следующим образом нельзя быть вы веганы лицемеры лжецы все равно вы не можете быть веганами на сто процентов все равно причастны к какому-либо злу в отношении животных то там насекомых или еще кого-то случайно убиваете что-то потребляете из продукта животного происхождения и там я об этом буду говорить и чтобы не говорить там ногу мне так ролики очень длинные я решил вот записать это видео потому что отдельно как я уже сказал мне что-то не помнится я сам иногда когда пытаюсь у себя что-то на канале найти кто знает на любом youtube канале помимо общей поисковой строки на youtube есть еще такая лупка как всегда справа от всех вот этих основных разделов и там можно искать по каналу конкретные ролики по названиям то есть youtube будет все там анализировать описание ролика и теги но прежде всего название поэтому если вы что-то у кого-то ищите ей сам надо в своих роликах припомнить что-то найти ли с кем-то поделиться я помню название его так ищу но вот такого по моему я отдельно еще не записывал теперь тоже точно буду знать что записал синдром грешника в чем он выражается и а то о чем сегодня буду говорить всем вам близко первое это когда вам тычут ну в среде веганство трупожоры среди религиозных людей не религиозные ну или как я по-другому говорю святым тысяч грешники до добрым злодеи как они тычут вы сами были такими что ты меня типа учишь что-то меня напрягаешь тем более ты человек активист проповедник он действительно говорит с силой и властью ему данной именно его сейчас не святой доброй светлой жизнью он эту силу в себе ощущать более того он ощущает долг это говорит долг светить долг говорит правду да он не может уже не слышать этот голос или его как-то отвергать он это делает но грешник или кто меня веганы слушает трупожор ты чуще вегану или грешник ты ты чуще святому человеку что ты мол тоже когда такой был так что отстанет меня и вот если человек веганство это тоже грань святости грань света грань любви гли грань совершенства человека в любви грань богоподобие тоже бог есть любовь если ты в этой любви раскрываешься во всем его творение то ты подобным ему становишься богом любовью и и вот нет нет не созревшие веганы еще что недостаточно просто не убивать животных там но не употреблять пищи животного происхождения в пищу продукты животного расхождения ли там не носить шубы на самом деле любой человек вообще веганство это не не конец а лишь тоже начало да не убийство и не эксплуатация живых существ которые вообще не наносите вреда только начало святости любого человека совершенством которое должно в концовке выразиться в любви даже к врагам в мире лежащим возле в котором мы все с вами временно пребываем и живем да вот и поэтому конечно на вегана этом останавливаются тоже печально только на любви к животным да помимо животных есть природа но с этим у них получше но помимо природы часть которой мы все являемся и мироздание божьего творения это люди почему-то у них любовь к животным действительно иногда может перекрыть правильную любовь к людям даже к труппажору любовь так ли к людям и труппажору выражается не в том чтобы по головке гладить да но и не в том должна вас это ненависть вырыз чтобы уничтожить всех труппажоров любовь к труппажору же то что ты хочешь изменить его чтобы он стал тоже любовью и мы все купались в одном океане бесконечном любви и здесь на земле хотят конечно утопия но уж потом точно все в небесном царстве кто туда войдет своей природой святости и вот конечно незрелые я буду игры конкретизировать там веганы христиане любой человек какому там все культу мировоззрения не причислял но действительно достигший хоть каких-то там ступеней совершенства святости доброты любви но вот когда ему такой тычут и он сдувается он затыкается когда ему так затыкают рот во первых если вам такой тычут но это грешник то понятно почему ты что он хочет себя оправдать и не принимать света потому что дела и узлы как говорил иисус поэтому они не идут к свету им это все поперек горла стоит конечно готов бесноваться орать рвать волосы на всех местах какие они у него растут вот это естественно он грешник он злодей он трупажор убийца да но вы то когда такое слышите и затыкаетесь вы не дозрели это плохо вы не достигли и это плохо я особенно христианам буду говорить для кого пример иисус бог являвшийся во плоти в этот раз в одном из редких случаев мы не сможем на него посмотреть потому что иисус был бога нищим папа во плоти не имевшим греха и никакого греха не сотворившим все окружающие люди даже осуждая казня и убивая его свидетельство о том что не за добрые дела его убивает да за то что он говорит правду никто ни в ком грехе а уличить не мог поэтому к сожалению сегодня один из редчайших случаев когда мы как христиане я и тех кто но я христианами называю всех на самом деле в моих глазах кто живет по закону жизни по закону божьим по закону чего свободы бессмертия и любви ко всему живому они мог себя не называть но они есть самые настоящие христиане дети света дети божьи да и поэтому если вам вот это вот тычет вот так вот до пытаясь заткнуть рот и вы затыкаетесь вы просто не созрели вы просто не доросли и причем не важно кто вам это делает даже если вы способны дать здравый ответ и не заткнуться человеку постороннему какому-то может вы сами там пытались проповедовать какой-то аудитории вам незнакомым обществе компании тет-а-тет с каким-то человеком вот он вам заткнул и вы так ну да да ну да но я тоже был ну да да наверное да ты прав ладно не будут тебя трогать ты не дозрел даже но даже если ты такому человеку может быть ну и что да я был но я изменился теперь я не такой не важно что было вчера главное кто есть сегодня но если вы сдаетесь в таком же с такой ситуации перед вашим ким-то близкими там да то есть смотрите на лица лицемеры друзья родственники мамы папы родители там начальники рабочие когда вас припирают за истину попирают да и вы сдаетесь вы просто не дозрели и это очень плохо потому что на вас притыкается истина распространение истины причем казалось бы самым дорогим людям которым вы якобы что такое любовь желание блага желание того чтобы они были счастливы через получение наслаждения от удовольствия а все грешники они несчастны они страдают на самом деле причине другому зла никогда не сделает тебя счастливым эти люди все равно страдают и казалось бы тем людям которые вообще вам как говорится дороги по плоти там по годам дружбы вы им как раз еще больше должны топить за истину за любовь за добро если вы затыкаетесь от таких вот потыканий вы просто не дозрели не дозрели в любви это раз поэтому обратите на себя внимание если вы притыкаете все вы затыкаете истину и вы достигли очень малого самому не делать это еще ничего высота это жертвенная любовь да вы будете страдать возможно вы кого-то потеряете возможно будет конфликт ссора недопонимание расставание на какое-то время короткое или длительное но конечная цель в вечности это чтобы все пришли к познанию истины и ради этой цели надо приходится страдать временно это все время страдание вечное удовольствие временное блаженство вечно не забывайте никогда об этом принципе тут наверное все да по поводу этого синдрома грешника это реально есть вы все прекрасно знаете вы все в этом живете мы все да я в том числе все я это прошел я это все перерос поэтому все это говорю от опыта все это перерос мысли в теорию уже давно и в практике тоже уже большой опыт да и большой видно даже опыт ты практикуешь у тебя что-то там не получается ты получаешь опыт не забывайте цепочку до теория практиках опыт по поводу тех когда я столкнулся возьмем опять область христианства и веганство да что когда мне братья так называемые сестры близки до родные во христе то же самое говорили насчет христианство то же самое потом и столкнулся мне говорили веганы недозревшие надо быть помягче но они вот не знают они еще что-то да более того мне веганы мне христиане убежда пытались убедить не знаю насколько они сами на тот момент в это верили в моменты помрачения ума точнее скорее всего ничего не доросли но или наоборот помрачились да может быть достигнув потом откатившись назад пытались меня убедить да вот такими же фразами представляете что ну ты же тоже мы пляж мы не можем быть веганы на сто процентов да что мы как мы будем тогда как мы там говорим а мы же не такие то же самое насчет христианской святости то есть там вообще планка совершенства вообще во всех сферах деятельности относительно людей проявления своего своей любви в делах конкретная да я со всеми кто мне такой пытался я разговаривал очень твердо может быть даже жестко да я пытался объяснить пытался вразуметь во первых я хочу сказать тем кто такое у кого такое из уст уста говорят избытка сердца выходит до из уст если вы такое когда даже подумайте а если еще и произнесете хотите со мной тоже спорьте но я надеюсь мои слова у вас в ушах и в голове всплывут вы не достигли вы не дозрели во первых то кому вы такое говорите если он выше вас а вы ниже его если вы видите человека говорящего правду топящего за любовь невзирая на лица невзирая на все страдания и причемление которое он получает а он получает если вы думаете что он то делает получая как мне того надо меня и в этом укоряли что я там чуть ли не удовольствие получаю вот от всех этих диспутах дебатов споров до ругани расставание лишения чего-то ведь я тоже лишаюсь чего-то из-за того что там не общаюсь с близкими родными с друзьями из-за этих вот притыканий в вопросах истины что же я хочу быть один хочу страдать не хочу вместе есть пить веселиться до чем-то заниматься хочу конечно смысл жизни в счастье счастье невозможно без наслаждения она получается посредством удовольствия и наоборот я не хочу быть несчастным страдая через получение боли и убытков во всех сферах своей жизни не важно духовное душевное телесный убыток поэтому из человек если вы видите такого человека это великий человек это человек выбравший страдания ради любви это жертвенную любовь человек проявляет и вы укоряющий его вы не достигли вы не доросли до него в христианстве сегодня буду говорить кто никогда конечно евангелий не читал все-таки меня и веганы там послушивают посматривать так как иисусом и взять в этом вопросе за пример не можем но для христиан для настоящих истинных свободных есть прекрасный пример в новом завете это апостол павел причем все его послание если вы когда не обращали на это внимание то я вам сейчас открою новость да все его послания которым там любят христиане перечитывать они не к язычникам обращены у нас нету ну помимо книги деяний где там конечно написано жизнь павла и вот где он там получается проповедовал вы помните и и и еще с будучи свободным и в заключении уже когда его там туда-сюда таскали по судам он действительно проповедовал внешним до язычникам там маленькие короткие проповеди все эти события мы что-то можем о павле узнать но все его собрания а их по объему такое же число как весь новый за весь новый завет вместе взяты нового евангелия там даст книги деяния все послания никому обращены к церкви к христианам если вы плохо знаете я вам напомню хорошо освежиться в памяти что павла себе говорил я самый худший из людей но другими словами первый из грешников 1 и как же себя вел этот первый из грешников павел такой смиренный раб никому слова не говорил что же тот тот который о себе такое говорит что недостойный что я изверг вспомнить все его слова сейчас надо конечно под отдельный ролик себя собирать но вы знаете я уже давно от этого тоже свободен что господь на сердце полагает то есть спина тем более я уже сам то не то что библии даже нового завета не читают для себя так скажем да но все это помните кто хорошо знает а я дословно конечно знаю все равно все это да он параллельно одно говорит так может разделить до признавая мы можем и такое у него найти и тут же кем он был в церкви так скажем его как бы никто не признавал никто не почитал за апостола или евангелиста и и какие речи какие письма писал какие обличения делал в чем укорял церковь предавал дьяволу неких совсем уже там отбившихся от рук христовых чем он занимался вот вам первый из грешников посмотрите на его деятельность первого из грешников грешника как именно учителя проповедника наставника в церкви чем он занимался вы вспомните не кончитали почитать послание апостола павла как тезис возьмите как красной ниткой все время вспоминая то что на себе вот это вот говорит и при действительно таким и был но он сам это кстати его тоже фраза я сейчас интерпретирую немножко где народ да я хоть и был таким но теперь я не так не такой я другой и теперь на праве другого и достигший го я вот это вот делаю до обличал там и древних и старцев и мудрецов кого только не обличал с кем только не спорил не вступал в дебаты никогда не затыкался более того вот именно противостояла и пытался отстоять истину с сильнейшими себя в той же самой церкви это очень важно апостол павел прекрасный пример потому что все это если собрать вот так в один столбик где он как бы до выражает свое смирение по сути мы словами делится своим действительно опытом своей жизнью и просто фактами своей жизни как раз свидетельство что он сам был конченным негодяем как он говорит сам убивал христиан поначалу там может не прямо там не совсем из его жизни понятно собственно рукой он там кому перерезал глотку или нет но уж понятно что как просто лидер православные католические попы они тоже не своими руками кардиналы там людей сжигали руками палачей делать не суть важное все делалось по его приказу по его исследования он же как борзая до гончая собака там за христианами за первыми бегал в гневе и ненависти ну как он сам писал что волочил их там да можем представить как все это выглядело может он сам собственный руками до смерти не забивал их усмотрел значит на это как он сам говорил еще когда пи одного из первых учеников христова стефана камнями побивали он будучи еще юношей и не имея законного права просто кидать эти камни стражил одежды тех да кто это делал ну естественно все это созерцал вот поэтому по поводу если вы по эту сторону я хочу сказать то вы не достигли и ваша цель и задача этих людей ни в коем случае не то что принижать первых вы делаете злой дел вы мало то что сами его не достиглись вы хотя бы в уме у вас такие мысли приходят если вы эти мысли превращаете в слова то есть дела еще человека пытаетесь на самом деле с его высот на самом деле спихнуть вниз стащить вниз к таким как вы вы согрешаете вы творите зло уж как минимум вам надо встать за спину этого человека стать его подпольем опорой хотя бы в личке написать этому человеку слушать ты крутой ты молодец это подпитает того человека который за вас можно сказать борется и за все это то вы еще встаете против него вместо что стоять за ним стоять в одной команде и вот так что проповедникам людям слова очень тяжело сколько зла они на себе терпят да сколько апатии сколько нежелания вот от таких битв у них руки опускаются вместо того чтобы этим людям помогать подпирать их в сзади тылом быть вы еще и вот так вот на сторону грешников из хотите трупожоров как угодно становитесь вы очень сильно согрешаете вы становитесь против бога на другую сторону абсолютно против истины это раз второе по поводу того что чего вам надо достичь и этот синдром грешника как от него избавиться потому что когда вы достигнете это неважно кем вы были вчера абсолютно неважно если вам даже будут тыкать якобы вот ваши близкие они погрешают а вы нет от этого синдрома грешника надо избавиться всегда очень легко истину проверить я вам много раз об этом говорил еще раз повторюсь как этому научиться все проецирует все рассматриваются все вопросы жизни через призму трех божественных природ сущности всего нашего бытия который у нас окружает внутри нас мы из которого все состоим это бессмертие свобода и любовь вот любое ваше действие проецируете вечность бесконечность а что если будет если завтра будет повторяться послезавтра после послезавтра и так распространяться на все божье творение на всю землю на всю вселенную если каждый завтра заткнется кто тогда будет говорить иисус прямо сказал когда его затыкали если но его детей там которые глагольствовали правду устами детей тогда вещалось истинно иисус сказал если они умолкнут камни возопиют вы знаете эти слова иисуса трактуется как минимум двумя словами двумя мыслями да первое что иисус еще в другом месте говорил подобную фразу о том что господь и из камней может детей авраам воздвигнуть дату святых людей и там тоже подразумевал что просто из грешника по сути камнем называлась да то есть вчера еще мертвого человека по святости да по душе завтра он станет живым из злого добра ну типа того же самого апостола павла да то есть казалось бы просто там речь была вы помните обращена к внешним праведникам он общался тогда с фарисеями всякими этими начальниками церковными и поэтому она говорил что вроде как все камни это вы тут вот живые учителя то просто этих камней бог то и может из рыбаков земледельцев воздвигнуть себе детей вот и поэтому эти слова иисуса когда он там юрсалим входил толкуется первое что конечно камни возопиют опять же эти дети были дети там израиля до израильские дети подразумевалось что это язычники все и любые грешники в будущем да будет каяться и проповедовать истину по всей земле потому что если иудеи то замокли иудаизм евреи так скажем более распространено расширенно сказать полностью отвергли христа мы же это в истории человечество с вами знаем вот возопили камни ну а второе подразумевается конечно же когда люди не понимают по-хорошему любой родитель берет образно для палку да это действительно так если мы не понимаем по-хорошему бог посылает уроки более серьезные убиваешь кого-то там чьих-то детей умрет и твой ребенок на собственном опыте всего знаешь да вот это урок камней поэтому по поводу синдром этого грешника я говорю избавьтесь от него посмотрите для христиан хрю посмотрите на жизнь папу на учение тут больше сказать надо да и хотите на жизнь в книге деяний и на его послание перечитайте их вот с такими мыслями вы в шоке будете и возьмите за тезис как любой книге есть эпиграф там тезис вот это вот мыс какой вы читаете я вам много раз рассказывал как я так исследовал порой даже целиком библию на предмет одного вопроса что же он тот который называется первым из грешников первым то есть самым негодным человеку первым будет из грешников значит самым негодным человеком на земле да и что что тогда всех там получаешь обличаешь дьяволу предаешь вплоть до такого до как-то первый грешник и всех обличаешь это путь в никуда синдром грешника из-за которого замолчить это путь не в никуда покаяние на тона и покоение изменение человека во первых не важно что в этой жизни мы не можем якобы там все свои грехи восполнить по плоти там да ты кого-то когда-то обидел этого человек может уже нет на этой земле ты раскаялся ты больше никому не делаешь и того человека особенно примирившись с бессмертием до приняв его в свое мировоззрение в сердце и ум ты прекрасно понимаешь но там встретитесь там попросить прощение что можно для него сделаешь и он превратился возможно в такую же любовь святого человека он тянут и скажет брат я сам таким был да это же когда ты меня там обижал я уже покаялся или наоборот нет я потом покаялся меня сейчас к тебе нет никаких претензий но это когда люди раскаиваются они потому там и встретиться потому что они оба этого достигли вот они там встретятся а если один и другой не раскается так и вместе они где строится в аду и там будет дальше пожирать друг друга творить друг против друга зло это очень важно понимать то поэтому цель любого человека достигшего совершенства и совершенства на мир распространять проповедовать убеждать людей отстаивать эту истину несмотря ни на что синдром грешника это зло вы просто не достигли вы вы не у него не поняли совершенства любви вы думаете что вы замолча подлизывая кому-то лицемерия мерия лица там до присмыкаясь перед вашими родственниками или детьми то детям там туфли целуйте место чтобы воспитывать их даже я уже сознательных возрасте может отроков там кто-то что-то способно хотя может быть уже повзрослевших детей может вам 50 им 25 до и вы все еще с ними там уси-пуси нет если вы их любите вы как раз говорили им правду а вы не любите их это псевдо любовь обманной любовь лукавый вас обманул у вас неправильное сердце неправильный настрой сердца не это не любовь ложь там нет никакой любви обман лицемерие вот этот присмыкательство посмотрите на иисуса при дверях стоящей родной матери которого по родила братьях и сестры которые у него были по плоти он прямо от них отрекся и сказал кто ему брат сестра и матери тот кто исполняет волю небесного отца тот кто свет тот мне и мать и брат и сестра это очень важно понять вот это есть настоящая любовь любовь уже никого не делит никого на своих или чужих черных красных белых или желтых русских или американцев никого она уже никого не просто есть добро и зло хорошо или плохо как угодно любовь и ненависть все только с этой позиции она мерит все и судит все павел будучи первым из грешников говорил что он достиг совершенства да и и в этом совершенстве во христе зрелости христова говорил что я духовный и такие как мы такие как я судят обо всем плотки ни о чем не судят даже не слушайте них у них они ничего не понимают уж тем более грешников слушать а если тебе такой тем более даже из твоей так скажем уже тусовки говорит тоже надо объяснить этому человеку но сначала конечно полюбви мы всем то есть грешником пытаешься мягко общаться пытаешься много слов ему сказать если он готов слушать да но если нет отодвинь как иисус говорил то же самое говорил павел потом после второго и третьего попытки еретика отвращаясь сюда с этими которые любят там иудейские басни разводить даже не общайся не сообщайся это так вы заразитесь их ними болячками вот этот вот это самый настоящий синдром грешника по-другому я даже не знаю помощи хороший такой медицинско духовный термин либо вы за и еще конечно тайны это либо умовое заблуждение умовой грех умовая болезнь вот это да если вы пока просто так думаете да это еще слава богу второй вариант что вы не достигли по плоти этого что вы действительно в чем-то грешите вы чувствуете что-то за собой может быть чем-то занимайтесь и тыкайте тому потому что вам уже надо найти оправдание почему бога всегда делают грешником что-то богу нужны жертвы там или еще что-то почему делают бога плохим в разных религиях а чтобы свои беззакония оправдать но 6 ты скажешь что бог свят совершенна абсолютно любовь тебе надо быть таким как он не более тому году кому ты поклоняешься с тем кем хочешь быть вместе то же самое с людьми если кто-то становится святее добрее лучше нас меня просто удивляет ладно это в грешном мире работает так действительно потому что там зависть злоба превосходство тщеславие и она побуждает этого человека с дерьмом стоптать и самому еще ему на голову сесть но когда такое происходит среди там возьмите веганов вот я удивляюсь среди христиан и когда я на это на личном опыте испытал со своим окружением очередной раз у меня были духовные душевные потрясения вместо чтобы быть в одной упряжке ты готова меня потерять меня за то задал бить ради кого я так прямо потом в концов гристия замолчу а кто будет говорить ты я не вижу что ты говоришь я говорю публично страдаю за это ты мне в личку тычешь и приносишь мне боль ничего не делаю для окружающего мира это я вам грубо когда достигнете вы сверху смотрите еще больше ужасаетесь еще больше страдаете от этого он-то не понимает что он опять делает поэтому там либо тайный грех то есть неявный да что-то все-таки делает не все отпустил это раз и он его терзает ему надо кого-то принизить чтобы самому возвыситься либо конечно тумовой такой есть это искренне заблуждение но опять же и вот мой опыт показывает что конечно те люди которые искренне по уму заблуждаются в принципе через некоторое время даже те же самых мне лично опыт от моих слов пропади личных я много лично очень часто записываю кто знает здоровенные аудио сообщения пытаюсь тоже все разжевать тем более тех людей казалось бы которые ко мне когда-то или в этот момент тоже как бы вроде как с любовью относятся да я пытаюсь их вразумить с точно такой же любовью но не лицемерия и не боясь их потерять ваш я это делаю не со зла и не я их потеряю а вы отойдете вас варианта не будет ну или я отойду потому что никто не хочет страдать конечно им не это зачем мне это целыми днями слушать тыканье когда я и так мне хватает как павел иисус говорил он внешнего зла зачем мне еще внутренние когда в открытую душу открытое сердце вы меня идеально знаете вы мне еще будете срать и долбасти у кувалдой да мне это не надо глядит любой нормальный человек когда убьют закрывается до блокируется посмотрите на любой драки это естественно происходит то открыл тебе бац тыкнули ты закрылся все происходит с любым цветочком любая нервная система так работает это очень важно вы просто не достигли а эти люди достигли и по поводу умового это вот пример потому что сейчас кратко скажу вот там хотя и после этого ролика хотите посмотрите и кто-то наоборот в том ролике естественно дам ссылку на этот ролик тоже потому что чтоб там уже не разжевывать и так вот полчаса больше полчаса получится ну кратко скажу там по поводу сто процентов веганов просто очень хороший пример возьму даже не христианский какой-нибудь а вот с веганством что типа да ты там лопаты червячков можешь порезать или там я не знаю что-то съесть где-то обманом или обманули ты не все там рассмотрел или не увидел не заметил не так прочитал на ли день там в другой стране ты же не можешь все прочитать там на этикетке или где на ценнике в кафе ресторане или магазине что там чё там или там я не знаю мне сестрица однажды там говорила что в резине из автомобиля вручу то добавляет и вот там мы разберем этот вопрос благодаря еду тоже землянину тоже моего текста читаем он гениально все сформулировал я тоже сам это понимал я там буду ли что мне не хватало даже таких его мысли вот такую прям четкого определения он там будет говорить о преднамеренности непреднамеренности я тоже как бы говорил вот и он не все доформировал я как бы там давал ответ и чек то понимал потом это все у нас потом мир дружба жвачка и мы и причем вот именно и я остался там где есть и она выросла или он и все и наши связи еще крепче наше состояние еще утверждение и мы вместе сорадуемся достигнув одного и ты все забываешь что вчера даже тебя он там или она тыкал если вы сегодня опять в любви соединились любовь и она все прощает на самом деле почему нет не просто на словах это на природе происходит ты никогда человек не вспомнишь тем более сон там вообще искренне заблуждался мы все растем никогда родители упругает там но если ребенок действительно попросил прощение с кому дай там накосячил вам прости папа прости все какие проблемы то что какой нормальный родитель любящий свое ребенка или друзья будет его потом за это тыкать он понимает что он ребенок тоже сам друзья но накосячил друг там или еще что то же самое с мужем женой ну это же самое должно быть в совершенстве между всеми людьми вот так вот поэтому всем я вам желаю достигнуть совершенства от избавиться это причем это болячь как видите это почему я сказал что в принципе это относится уже к людям это не пробовать грешник этот ролик мой он подобен посланием апостола павла к церквям потому что конечно она обращена уже к людям которые что-то достигли их от этого достижения потому что тот кто светил тот кто становится свят тот кто танца огнем сам иисус говорил что свечка она не ставится под кровать не накрывается сосудом ведром или горшком она ставится в самое высокое и видное место в доме чтобы светило всем в доме естественности будешь возрастать познание стены вы поймите вы глядя на таких людей должны понимать что это сам бог их ставит тем более если вы понимаете вот им что он как бы прав просто вас не устраивает якобы методика вы видите вот там люди отворачиваются от иисуса не отворачивались а всем ли можно уходить даже виде помышления сердец человеческих это видел иисус нет мы видим им хоть колом на лбу чешит там уже не пробиваем и так что вот так вот тем более когда вы говорите это не от опыта сами не познав это ладно я туда опять начинаем с того что вы до счет достигли начинать там своем окружении светить уже тогда будьте тверды смелы и бог управит вашу жизнь вы знаете у людей познавших истину одно из меры понимания мировоззрение это все что мы они как относится к потерям мы ничего не теряем это освобождается место для чего-то нового все кто от вас отвалится благодаря этому вашей жизни свету которую будете вселенную посылать она притянет к вам тех до кого до чего вы сами доросли дальше будет то же самое пойдете вы выше них или они выше вас никогда не бойтесь даже уже из этой группки опять выйти выше если вы вы выходите те может решили в чем беда вот такая же любого христианство веганство любого человека он довольствуется тем что есть в плохом смысле слова есть хорошее понимание слова до быть довольным жизнью я сейчас говорю в кал плохом контексте допить курил бросил там какой покаявшийся наркоман там и достаточно все я христианин какой-то христианин пить курить жену перестал бить это велика святость да это пока только от зла отвернулся или 10 копеек там подал кому-то в дворе это же не высота святости а любовь к животным а природе а к людям к злым к добрым к близким к посторонним к врагам а делаешь ли это каждый день или раз в год а многие довольствуются вот в плохом смысле слова не жизни своим состоянием там достигнуть чего-то да эта группка вас окружит увидеть такого же да они такими еще давно стать но вы потом пойдете выше и увидите что они сидят на месте не вздумайте с ними оставаться там из хотите обрести полноту счастья он планка там она высоко вот и грызите и скребитесь и лезьте на нее там бог там любовь святость бессмертия абсолютное совершенство и блаженство с теми кто внизу на какой бы ступеньке не были вы не обретете полноту счастья они ее не знают им она неведома она ведома там поэтому всю высоту какую себе представляете видите вот к ней и стремитесь и достигайте более того вижу делаете ты по любви к тем кто ниже вы становясь выше обличаете тех своим светом если даже молчаливо призывайте их наоборот подтягивать потом сами чего-то достигнув вот это настоящая любовь то а сесть с ними в болоте или пусть на какой-то там ступеньки этого недостаточно вот такое мое видео вот такой вот он синдром грешника кто им болен я вам желаю исцелиться может быть мой ролик будет являться этой пилюлькой и таблеткой которая исцелит вас это грех это болезнь это зло вам от него надо избавиться вы сами будете страдать страдаете и не достигните полноты истины будете лицемерить там все один грех за другой будет тянуть вам придется лицемерить будете лицемерить замучить искать грань этого лицемерия только ли с ребеночком так не поступать может родители в эту группу занести а потом друзей вы так и будете в конце вы дойдете до того что вы просто отвергните истина вот и все жизнь это движение я вам бираю желаю выбрать вектор вверх а не вниз вот так вот на это у меня все с любовью к вам все мои эти видео они не с целью кого-то обидеть принизить и наоборот возвысить и сделать абсолютно счастливым до встречи в следующих роликах а 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